всем привет я хочу сегодня приготовить шашлык из индейки ну как всегда я же сказочник хочу сказать сказку такое встречается два мужика один мужик спрашивает а чё говорит у тебя корова на костылях ходит а чё говорит я холодец захотел должен это там всю корову резать что-ли вот типа такого обычно когда начинаю шашлык готовить майские праздники ну сейчас у нас январь и вот нам захотелось шашлыка ну не охота идти куда-то там в лес в холод то дым судым решили приготовить дома шашлык из индейки с йогуртом вот мы уже принципе замочили я сразу скажу ингредиенты вот шашлык индейка грудка это идет индейки сюда идет йогурт потом идет в этот шашлык ну в приправы имеется ввиду я беру вообще грузинскую аджигу йогурт грузинскую аджигу добавляю сюда там принципе все ингредиенты есть даже грецкий орех есть вот так получается шикарно тоже расскажу маленькую историю были на юге быстренько и и вкусный такой шашлык прямо мягкий нежный я говорю как ты готовишь шашлык вот не расскажу я глянем садись за что на приставном наливаем ему рюмку коньяка он выпивает его расскажет нет это секрет всей нашей семьи говорит не могу рассказать как готовить шашлык шашлык вторую рюмку но на третий раскололся в принципе он говорит можно вот я говорю йогурт мы использовали здесь кисломолочный можно домашний любой йогурт магазин ну естественно не сладкий йогурт берете и готовите заливаете туда и просто-напросто грузинскую аджигу покупаете там все йогурт аджига перемешали все это замочили 15-20 минут все принципе готово но я с вечера уже замачивал как бы уже можно сказать часов десять как замачивается шашлык вот он уже замоченный готовый а еще почему из индейки они свинины принципе любой можно использовать как бы и курицу и птицу любую абсолютно мы из индейки именно из грудки из белых потому что это как на сегодняшний день полезное питание так как надо есть все полезное хорошее вот мы такой вот взяли вот даже вот они такие куски вот идут индейки мы принципе любим такие крупные куски индейки и чем мы делаем берем лук простейший нарезаем его кольцами а еще не сказал лайфхак берем полетеный мешок так как лень мыть потом доску конечно прорезается но ничего себе он меньше грязи нарезаем лук кольцами такими колечками и это хватит нет еще нарежем за лук колечками давай весь на колечками чем больше лука тем сочнее будет так берем наши шампура такие деревянные шампура берем нашу индейку берем нанизываем вот так тут прям раз нанизим даже вот такой крупный лучок раз туда же учет нас берем опять индейку крупными таким потому что индейка готовится быстро мы еще приготовим не на огне приготовлю в духовке этот шашлык готовить берем индейку опять нанизываем вот так-то вот несколько раскладываем так опа но если находит и складываем противень сложить противень опять наш шампур деревянный нанизываем индейку нанизываем лучок я лучок люблю так что и он сочности придает аромату нанизываем индейку еще лучок сюда можно также использовать принципе нанести красный перец помидорку даже можно для сочности складываем берем еще один шампур опять нанизываем индейку все по простой схеме потому что вот все вот майские праздники шашлык деда почему нельзя в январе сделать шашлык можно же можно если сильно хочется значит вот делаем мы в январе и где-то на улице конечно можно улице вкусней и интересней мы используем домашних слоях вот захотели мы шашлычка вот такой шампурчик получился еще берем последний у нас осталось миска также нанизываем мы так шашлык готовили игру можно использовать любые принципе не только йогурт если есть дома и кефир на кефире замочить также вот аджичку может там перец солисть даже нету аджички перец соль добавляете добавляете горчицу дижанского горчицы дижанского очень хорошая идет горчичка продается везде именно горчица по-дижанский вот она вкусная хорошая получается очень на эту даже много получилось здесь добавим к этому шашлычку это кусочек поменьше получилось чтобы равномерно было вот так оставшийся лук сюда накидываем лучок чтобы сочно так еще я забыл это кто подсолнечное масло откройте пожалуйста подсолнечное масло спасибо добавляем вот прям сверху на наше то чтобы сочный был он будет сочный это точно сочный потому что мы готовили очень хорошо здесь тоже поливаем все подсолнечное масло вот такой вот рецептик на полтора килограмма если где-то полтора килограмма приблизительно мясо индейки грудки берете где-то два стакана либо кефира либо йогурта два стакана добавляйте туда если просто как бы рецепт повторяю еще раз что просто тогда покупайте аджигу по грузински либо если нет такой то добавляйте чеснок как бы добавляйте лук добавляйте приправы это перец соль и принципе ну и горчицу вот я уже говорю по-дижански все сейчас мы это все складываем в духовку 180 градусов в течение 40 часа будет готова здесь крупные просто куски принципе нам быстрее готовится ну и так там смотреть надо будет и в течение 40 1 часа будет готова так вот у нас приготовился наш шашлык мы достаем из духовки жиру жиру жар упал какой красивый посмотрите вот такой шикарный шашлычок получился так как мы еще решили сын у меня сказал надо чуть еще приготовить решить приготовить а пасту по-итальянски вот такую пасту берется у нас пасту вот такой вот берется и паста на спагетте естественно и паста и вот к этой пасте мы берем такой шашлычок а вот смотрите как он шикарный прожаренный знать с другой стороны как красиво он прожарился вот со всех сторон прямо ох иди и причем он весь сочный он не сухой вот говорят просто некоторые сухой вот такой ставим это и здесь к пасте идет лечо вот она красная лечо здесь идет у нас перец красный морковка ну все это принципе что идет лечо как можно еще даже налить бульончик а сюда вот к этому вот так то что покрасиваю ой блин у меня уже от этих запахов слюнки текут и вообще очень вкусно вот вот такое блюдо смотрите какое блюдо получилось шикарное блюдо может подавать где-то порог ой какой запах прелесть прям так что готовьте шашлык не только в майские праздники можно дом приготовить как я говорю пикник на ковре так что мы приготовили вот такое супер блюдо всем кому понравилось обязательно ставьте лайки подписывайтесь канал и всем привет пока